всем привет в этом обзоре я покажу немецкую зажигалку еврей купил ее в германии в июне 2019 года весит зажигалка 52 грамма фото средством зажигалки ее размером на фоне спичного коробка и добавлю как обычно в конце ролика стояние в зажигалке идеально корпус у нее латунный с хромированным покрытием на одной стороне корпуса зажигалки поверхность гладкая а на другой нанесено галлюширование в виде изображения немецкого города нюрнберг и с двух сторон от этого герба имеется также гельширование виде мелких вертикальных полос как с этой стороны так с этой и видео мелко он есть полос расположена также вертикально зажигалки можно увидеть следующий здесь окна нижняя часть зажигалки название фирмы и самой зажигалки здесь можно увидеть мы это джермане сделано в германии и еще вот здесь есть аббревиатура из трех заглавных букв дирки что означает дочь рейх патент переводе на русский будет патент немецкого рейха что говорит о том что зажигалка была произведена период с 1903 четвертого года по 1945 то есть в тот период в германии был прозвучен третий рейх по типу зажигалка полуавтоматическая чтобы зажечь нужно вот это вот колесо который выполняет роль фиксатора повернуть по часовой стрелке на колесе есть два канта сурубчатая накатка видео мелкой ромбовидной сетки и это накатка позволяет не проскальзывать пальцем при прокручивании колеса когда колесо прокручивается снимается блокировка вот с этой крышки закрываешь фитиль выполнена она в виде такого рычага и в этого рычага имеется колпачок который накрывает фитиль если колесо повернуть по часовой стрелке то снимается блокировка поддействием пружина крышка это поднимается вверх прокручивается колесо высекающий из круг и фитиль загорается зажигалка остается в открытом положении и продолжает гореть чтобы зажигалку погасить нужно крышку закрывающий фитиль внутри в прежнее положение и додавить до характерного щелчка пока она не заблокируется фиксация тут довольно интересную схему не у крышки есть вот такая вот скоба а у колеса есть вот такой вот пропил колесо это упражнено и с одной стороны против есть скос то есть когда опускается крышка скоба это оказывает давление на скос колесо немножко проворачивается по часовой стрелке и потом когда скоба опускается до свою крайне положение колесо под воздействием пружины возвращается в обратную сторону и заходит зацепление с этой скобой то есть происходит фиксация такая ну и еще здесь интересно вот это вот сам клапачок который закроет фитиль он подпружиненный и то есть когда он опускается он занимает свое непосредственное положение самое выгодное для него благодаря этому достигается наибольшая герметизация стиля теперь пообслуживаем чтобы зажигалку заправить нужно саму зажигалку вытащить вот из этой нижней части и пропитать вату бензина вата здесь закрыта такой вот металлической вставкой и в этой вставке есть углубление то есть она в виде ванночки выполнена и есть вот такой вот продолговатый пропил . бензин заливается через этот пропил он протекает вниз и таким образом вата пропитывается ну для замены кремния понятно нужно выкрутить вот этот винт винт это соединен с пружиной поджимающей кремень выглядит все вот так вот в кремнию трубку вставляется новый кремень и после этого винт закручивается обратно ну и само собой нужно не замудить потом саму зажигалку ставить в этот корпус сам было интересно понравилось ставьте лайки думаю что зажигалка довольно интересная если на мой канал еще не подписаны подписывайтесь и само собой оставляет комментарии всем удачи спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...